здравствуйте меня зовут галина кушнир мы с вами сегодня находимся в нашем новом офисе в новом офисе дома пряжи который мы потихоньку оборудуем для записи мастер-классов сегодня мы будем вязать плед из нашей пряжи vegan pipe для того чтобы посмотреть как она ведет себя в работе и оценить и и плюсы размер пледа 80 на 100 сантиметров приступаем к вязанию плед мы будем вязать размером 80 на 100 сантиметров но главная задача у нас в этом мастер-классе состоит в том чтобы познакомиться поближе с пряжей vegan pipe понять какая вот она мягкая какая она приятная уютная из нее можно связать и пледы из нее можно связать и подушки лукошки можно какие-нибудь лежанки бортики для малышей потому что хлопок чистый хлопковый шнур он будет очень приятен для кожи младенца он гипоаллергенный поэтому очень много можно таких вот вещей сделать из этой пряжи очень приятная пряжа сейчас мы посмотрим как ложится в плед она ну собственно говоря ничего сверх нового мы изобретать не будем по принципу как мы вяжем плед из толстой шерсти из толстой пряжи мы вяжем плед руками здесь мы тоже будем вязать руками набираем цепочку из воздушных петелек нам нужно набрать 13 петель для того чтобы у нас в итоге получился размер этой стороны пледа 80 сантиметров набираем петельки немножечко пошире чем мы будем вязать основное полотно так как потом они уменьшатся пряжа очень приятная шнур мягкий такой вот прям не знаю шелковистый тоже какая-то есть очень хорошо набит плотно набит и равномерно поэтому работать этой пряжи очень приятно значит мы вот набрали 13 петелек теперь мы вяжем вниз первую петельку мы провязываем затем и поворачиваем нашу цепочку на бок и будем набирать вот петли вернее провязывать через вот эти вот протяжечки 1 2 вот у нас петельки уменьшаются петли цепочки вот они наши протяжки четко видны вот через них мы провязываем петли этот способ начала вывязывания пледом и но он чем хорош тем что у нас получается коса в начале работы и коса в конце когда мы будем закрывать петли нашего пледа последнюю петельку мы провязали теперь рабочую нить разворачиваем и сразу же переходим вот это кромочная немножечко длиннее кромочные делаем сразу переходим ко второй петле вот так размер петли значит мы где-то ну примерно вот на четыре пальца для того чтобы полотно пледа получалось красивым старайтесь петельки делать одинаковые чтобы все было равномерно связано последнюю петлю мы провязали немножко сделали ее побольше и и сразу переходим ко второй петельки из этой пряжи очень хорошо вязать плед пледы именно для малышей то есть изделие для малышей пледики коврики плюс бортики для ну в бортики в детскую кроватку потому что пряжа гипоаллергенная и очень очень мягкая плюс ко всему в уходе это пряжа практично так как изделие можно просто вы постирать стиральной машинке еще один нюанс при вязании пледов для того чтобы плед у нас получился красивым значит мы следим за тем чтобы у нас направление петелек кромочных то есть кромочные петельки были повернуты в одну сторону то есть не вот так вот а все время в одну сторону плюс ко всему когда мы вяжем петельки в ряду значит мы стараемся захватывать рабочую нить не где-то здесь вот мы захватили у нас будет большая дыра между петлями поэтому мы захватываем рабочую нить ближе к предыдущей петле и вытягиваем уже по направлению петли рабочую нить по направлению нити вот тогда отверстие между петельками получится не очень широкими вот кромочные петельки должны смотреть в одну сторону и таким образом продолжаем работу пока у нас не закончится 1 моточек наши пряжи а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон И сейчас мы будем соединять Дойдем до конца первого клубочка Будем соединять его со вторым Субтитры подогнали Симон 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 Что мы делаем? Потайной шов Мы захватываем, ну где-то на расстоянии 5-7 мм от края И делаем вот такой вот. И таким образом мы сначала захватываем одну сторону, один конец нити, потом другой. И делаем этот стежок по кругу. И делаем этот стежок. И делаем этот стежок. Также с помощью иголки и нитки мы потом в конце работы можем закрепить кончики пряжи. То есть в начале работы и в конце у нас останутся кончики, которые нужно будет спрятать. Вот так же закрепить для надежности можно с помощью иголки и нитки. И делаем этот стежок. И делаем этот стежок. И делаем этот стежок. И делаем этот стежок. Стежка. И делаем этот стежок. И делаем этот стежок. И делаем это стежок. Все, соединили, продолжаем работу. Одного мотка хватает на полотно размером 80 на 50 сантиметров, сейчас вот мы подходим к этому шву, его желательно спрятать под петлем, потому что в любом случае небольшой шов будет виден, нам самое главное нужно было избежать узлов, потому что узлы в такой толстой пряже, они конечно будут смотреться некрасиво. Вот мы его спрятали под петельку, то есть он не виден. Продолжаем работу. Два моточка. Один моток пряжи Веган Пайп весит 1 килограмм, в нем где-то около 50 метров. Для того, чтобы мы сейчас вяжем плед размером 80 на метр, нам нужно два моточка. Если вы хотите связать что-то более объемное, большое, то, естественно, можно больше, можно и три соединить, и четыре. Тут уже в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Ну вот, как вы видите, пряжа ложится очень хорошо, она очень мягкая, и самое главное, практичная. Изделие из нее и в стиральной машинке можно постирать, потому что, скажем, светлые тона, вот как в данном случае такое светлое мято, или ментол вернее, конечно, пачкаться будет довольно быстро. Но так как это хлопок и синтепух, спокойно стирать можно в стиральной машинке и опять пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, собственно говоря, плед готов. Сейчас мы закрываем наши петли. Делаем мы это так. Мы провязываем две петли вместе. не очень затягиваем нить в свободные петельки и мы связали теперь мы концы прячем по изнанке можно отрезать лишнее нужно просто спрятать и для надежности закрепляем иголкой и ниткой то есть где-нибудь решить к петельке так вот по кончике наши спрятали закрепить их нужной иголкой ниткой вот такой вот у нас плед получился распредел расправляем его немножко чтобы вот пожалуйста мягкий приятный очень приятный плед он может служить и ковриком для ребенка и пледом 3 для ребенка то есть шишек ребенок не набьет играя на этом плите выбирайте цвета и приходите в дом пряжи за веган пайп ждем вас и и и и и